Всем привет! Здравствуйте! С вами Застейшин, у нас в гостях Влад. Приехал наконец в очередном ском в гости, чтобы я мог посмеяться над очередной компьютерной игрой по Warhammer. Поставить жирную точку в вопросе первого даунвара. Я, как говорится, начал насмехаться над даунваром, я и закончу это дело. На самом деле насмехались мы исключительно, я, над сюжетом первого даунвара к игре. Это не имеет никакого отношения. И даже сюжет, который в Dark Crusade мне даже понравился, меня впечатляет. А как-то все и неплохо складывается. Получается, сейчас у нас сюжет четвертого дополнения. Получается, как бы, третьего. Ну, то есть, основная игра четвертого диска, да. Soul Storm. Винтера Солд, вы можете уже посмотреть у нас. Dark Crusade тоже, теперь Soul Storm. Кого добавили? Давай сразу. Ну, по картинке я понимаю, но тем не менее. Добавили сёстр битвы и тёмных элдер. Причем сделали очень специальные для них механики. У них есть теперь специальный ресурс. У сёстр битвы это вера в бога нашего императора, который позволяет им специальные с пылы кастовать. А у тёмных элдар это магия тёмных душ. То есть, когда убивают юнита, остаётся после него трупик, и раб может такой, не-не-не, в нём покопаться и извлечь из него, типа, какую-то жизненную силу. И эту силу используют для того, чтобы какие-то тоже с пылы кастовать. Ну, короче, Dark Эльдары, они напитываются чужими страданиями, замещая то, что у них душу слонежку высасывает, а тут они чужими страданиями это замещают. Хорошо. К предыдущим дополнениям как-то имеет отношение сюжетное? Прямо какой-то конкретной связи ни с чем нету. Это уже будет потом во втором Даунуваре немножко раскрыто, но именно с Dark Crusade, ведь раз аутом и первым Даунуваром это не сильно особо связано. То есть, нету ни кровавых воронов. Нет, Кровавые вороны есть, но вот прям именно того, что там герои из какого-то первого Даунувар или из Винтера Саута, такого ничего нету. Потом узнаем, что командир у нас от кровавых воронов был послан туда со специальной миссией, но это будет не в этой части, так что пока нам ничего не известно и всё в тайне. Хорошо. Ну вот некроны в Dark Crusade, они как бы так поменялись сильно подход к бэкграунду, к движухе вообще всей. Я так понимаю, здесь примерно концепция дополнения такая. Да, абсолютно такая же. Ничего не изменилось. Все расы опять-таки примерно хотят того же самого. Играются примерно абсолютно то же самое. Вообще, давай немножко про игру. Тогда поговорим перед сюжетом. Во-первых, я про Dark Crusade забыл сказать одну важную вещь про синематики. Когда запускаешь игру, нам показывают синематика этой игры. И для Винтера Саута ничего не было. Тот самый ролик опять-таки с танком, с орками, с кападу. Он был на движке. Ну, это ролик из первого Далла Фора. Да. А то, что у них там было всё на движке в Винтера Сауте. Да, да, да. И в Саул Шторме тоже. Вот поэтому я просто сейчас проговорю, что в Dark Crusade был пафосный момент, что кровавого ворон там убивают некронов, а некронский лорд такой типа, «Вы что, парни, охренели?» Приходит, ломает их об коленку, если вкратце. И там очень пафосный момент, что... Ну, у космосанников же есть камеры, которые показывают, что там такой лежит космосанник. Приходит сюда, над ним такой ложный некрон стоит такой, «Что это за фигня?» Такая просто пополам бошку разрубает и занавес. Для Саул Шторма тоже сделали, не поленили специальный отдельный ролик, как гварда воюют на какой-то пустынной планете. Скорее всего, на Курава-3, ну, вот этой планетке с кольцами, где некроны как раз-таки обитают. Она воюет с Империей Тау. И Империя Тау очень сильно ломает их об коленку своими ракетами, экзоскелетами, экзвишниками, там, круткосы, носятся по всему полюбою. И бедные гвардейцы-косакинчики не справляются. И тут командир Тау, безымянный просто, ну, вот в этой стандартной... Не, не в кризисе, а командирская вот эта просто броня. Я не знаю, честно сказать. Да, обычный командир просто убивает командира Имперской Гвардии, и тут вступают как раз-таки сестры битвы, которые показываются во всем своем великолепии, что там летающие вот эти вот Селестинки, Кананесса, вот эти машины... Soulstorm, надпись. Ну, не пожалели, сделали отдельный ролик, надо было про это про скайф, в Dark Crusade я забыл об этом рассказать. Вообще, про историю создания игры. Она вышла в марте 2008 года, то есть буквально через год после Dark Crusade, и очень интересный момент, она создавалась не основной студией, то есть реликами и THQ, она создавалась какой-то студией под названием Iron Lore Entertainment, типа Аутсор. Да, как у нас любят сделать в этом году Warcraft Reforged, так же поступили и они, и я потом об этом скажу в дальнейшем, качество немножко подхромало. Не очень сильно в каких-то моментах, связанных с визуальным восприятием, то есть можно даже, наверное, сейчас это проговорить. У Хауслорда все улучшения брони, они прописаны, как будто он до сих пор герой из Dark Crusade и из несущих слов, хотя он альфа-легионер. Ну, такие несостыковки именно в описании брони, которые вроде не играют, и такой, я это заметил. Короче, чуваки не особо заморачивались тем, чтобы концы с концами свистить. Да, и, например, где-то тоже есть уже такой, опять-таки, внешнего вида диссонанс, например, в концовке Эльдаров, там мир ультовый, а там почему-то делают Эльдарка, которая желто-синяя, это у нас. Из Яндена почему-то, ну, к сожалению, такое бывает. Не досмотрели, не доглядели. Да и кому там в 2008 году-то нужно было в этом погружаться. Да, мы сейчас такие уже все прошаренные, через 12 лет мы знаем, что к чему там, какие шлемы у космонесантников какого-то. Ну, и, в общем, вот закончить, что, к сожалению, судьба студии очень печальна. За 4 дня до релиза этой игры она обанкротилась, к сожалению. И, опять-таки, THQ и Relic, в частности, которые занимались поддержкой этой игры, не особо торопились с ней что-то делать, потому что первый патч выезжал только спустя 7 месяцев к этой игре. Потому что, как-никак, это тоже и онлайн-восставляющие игры, какие-то балансные правки. И вот это все, ну, особо ей не занимались. Но, для чести сказать, игра, потом об этом опять-таки в конце, наверное, скажем, про проверку времени и творчество сообществ. То есть, очень много модов именно для Soulstorm в свое время сделали талантливые игроки. Ну, видимо, потому что там, опять же, максимальный набор фракций. То есть, это уже как бы финальная такая версия. Да, больше всего вообще навалили всяких вкусностей. И начнем тогда за компанию рассказывать Soulstorm. Все начинается с ролика... Неожиданная буря в Варпе, случившаяся в дальнем конце системы Каурава, привлекла внимание не только Империума. Сотни лет Имперская гвардия несла неусыпную стражу на этой планете. Но теперь все силы галактики обратили свои взоры на Каураву. Их единственной целью было одержать победу и захватить планету. Манитарную систему. С давних времен здесь обитали три расы. Имперская гвардия, которая считалась доминирующей силой. Орки с Кауравы-2, которых гвардии никогда не удавалось полностью победить. И некроны, которые многие тысячелетия дремали в глубинах Кауравы-3. Никто не знает, как и откуда здесь появился космодесант Хаоса. Может быть, их принесла сюда буря в Варпе. А может быть, они сами принесли ее сюда. В любом случае, и то, и другое появилось на Каураве-4 одновременно. Скоро половина сил Империи в системе перестала существовать. Кто-то погиб, кто-то попал под влияние безумия Хаоса. А скоро в Каураву пожаловали и другие расы. Бойцы космодесанта, элитные воины Императора, высадились на Каураве-2, которую хотели избавить от своих заклятых врагов, орков и сил Хаоса. Следующими были Тау, которые обосновались на одном из спутников. Тау хотели остановить бурю в Варпе и защитить свою Империю от глупости людей. И, разумеется, в конечном итоге расширить ее границы. Они выстроили неприступную крепость на своем спутнике и установили там пушку, которая могла вести огонь по другим планетам системы. Некроны, скорее всего, были разбужены бурей в Варпе. Их смертоносная армия постепенно набирала силу. Звездные врата, которые долгое время не использовались, также незамедлительно ожили. Из них появились Эльдары, готовые сразиться со своим извечным врагом. В это же время темные Эльдары вышли из тени древнего портала, в которой скрывались долгое время. Они подобны стервятникам, которые летают над полем боя. Место, ставшее для всех обителью смерти и скорби, стало для них пиршественной залой. Последними в эту систему прибыли те, кого стоит бояться больше всего. Сестры битвы, святые девы, несущие с собой веру в бога императора. Они пришли очистить систему от тлена и скверны. Их вера сделала их бесстрашными и фанатичными в стремлении добиться своей цели. Здесь все было осквернено, и все должно было быть очищено. Пламя войны разгорается с новой силой. И лишь победители смогут оставить свой след в истории. Лишь победителям достанутся четыре планеты системы Каурава. Вот такой вот вкратце у нас ролик получается. И давай пройдемся с нашими зрителями в общем по каждой из планет, каждой из сторон. У нас система Каурава. У нас находят четыре планетки. Тут, к сожалению, еще четвертая. А четвертая не поместила тинки. Ну хорошо. Каурава-1. Это урбанизированная, имеющая множество комплексов, заводов, планеты. То есть стандартный имперский мир, даже больше к планете Кузнеца Механикус. Форд Ворн такой, вот тяготеет. Промышленный мир. Да. Там на самом деле очень известное производство танков Бейнблейд, они же карающий меч. То есть там огромные мануфактории, производства, огромные энергоустановки, емкости по этому производству. Там находится главный округ планеты, так называемый округ Дусал. Он на самом юге континента. Континент опять-таки на планете один какой-то большой, нету. Островов или такого ландшафта, как на земле, один огромный континент. Там обосновалась имперская гвардия с генералом Вэнсом Стапсом. Также его поддерживает комиссар Даррен. А точнее Даррен Фаррелл. 252-й полк Каурава, точнее освободители Каурава, как называют они сами себя. Они до этого нигде тоже не встречались. Да, это вообще полк местного базирования, по факту. Там вообще какая история. Был лорд, точнее губернатор, который всем этим управлял. Тут как бы постучались хаоситы и сказали, слушайте, можно мы у вас это заберем? А он не справился с своими обязанностями. И поэтому быстро его убили. И поставили командующего этого Вэнса Стапсом, чтобы он навел порядок в конце концов в звездной системе. И привел ее в луны Империума. Стоит, наверное, отметить также сразу, какая особенность компании. Если помните Дарк Русейд, там просто были столицы, фракции и ничего более. Тут появились специальные обилки у каждой расы. То есть, когда ты играешь за каждую расу и когда ты завоевываешь столицу вражеской фракции, можешь получить тебе дополнительную обилку. У имперской гвардии это усиленное производство. То есть, у тебя условно тратится меньше ресурсов на производство зданий, улучшений и всего такого прочего. То есть, когда начинаешь, например, миссию, можешь заранее здание построить еще с глобальной картой, а не во время сражения. Она вообще, в принципе, имперская гвардия считается одной из доминирующих, и она изначальная сила в этой системе. То есть, все остальные, как говорится, понаехали, а они были тут с самого начала. И доминируют. Да. Глобальная цель вообще, какая в имперской гвардии, это вернуть контроль над системой, вернуть ее в луны Империума. То есть, навести порядок, стабилизировать систему, чтобы это были обычные, нормальные имперские миры. Ну и чтобы еще завод по производству Бэнг Бэйдер не оказался в плохих руках. Да, именно. Причем, немного проговорить про их базу, что у них какая-то даже экспериментально огромная установка в Василисске, стреляющие какими-то супер-мега-марсианскими снарядами. И про, скажем так, неудачное сечение обстоятельств. Они в свое время построили чуть ли не более ста карающих мечей, которые верно служили этому сектору, но они перед началом вот этой вот Кауравской кампании разлетелись в разные части других секторов на помощь другим соединениям имперской гвардии. И по факту вот эта огромная сила, она оказалась не здесь и не могла им никак помочь. И им приходилось справляться своими силами. На противобожной стороне, на самом севере этого континента, на так называемых округах Сама, обосновались сестры битвы из Ордена Священной Розы. Командуют ими некая канониса Селена Агна. И вместе с ней прибыл также проповедник с очень сложным для меня именем Триганум Марк. У них спецобилка передовая база, то есть перед началом какой-то штурмовой миссии они могут заранее построить свои здания перед непосредственно игрой в РТС. А что они строят? Строится основное здание, улучшающее здание, 4 турельки, 4 генератора. Церковь? Да, у них соборы, соборы, экклезиархи, конечно же. У них, по-моему, там на самом деле почти все здания как-то. Что-то собор, собор чего-то. Храм строят сразу. У них арсенал, наверное, называется, не как собор, ну, в котором улучшаются сестры битвы. Глобальная цель, на самом деле, вот это один, наверное, из минусов 100 шторма, который на данный момент можно вылить, конечно же, наверное, в то время таковым не считалось. Сестры битвы представлены очень посредственно в том плане, что это как некронный убейте всех человеков. Надо сжечь всех еретиков, мутантов и всех вообще сжечь. Тогда не будешь разбираться, надо вот всех убить и сжечь именно в священном пламени. Ну, это плюс-минус логично. Ты видишь, сама фракция сестер битвы в настолке даже была проработана очень условно. У них не было на тот момент отдельного кодекса, они были в рамках кодекса демон-хантеров, ой, вич-хантеров, да, это демон-хантеры серые рыцари были, а вич-хантеры, там у них было боевое крыло, орда херетикус, это сестры битвы. И у них, ну, не то чтобы там огромный и арсенал, да, были знаковые юниты, но это была мини-фракция, не как сейчас, уже с полноценным кодексом. Ну да, все-таки надо делать, я поэтому и говорю, что надо делать скидку на 2008 год, армия была прописана не так, как сейчас, это даже не было полноценной армией как таковой. Ну, это часть кодекса, и причем очень старого кодекса. Это не то, что они вот вышли буквально недавно, не свежие, нет, они, к сожалению, там были очень-очень в таком заброшенном состоянии. Ну и вот, как раз-таки их основная цель, это выжить всех мутантов, всю ересь и всех демонов нафиг из системы, и в идеале сделать это место вот центром вот местного паломничества и экклезиархии, то есть укрепить экклезиархию в этом районе, отдать всю эту систему во власть, как бы экклезиархию, чтобы укрепить ее богатство, ее влияние. Столица, также у них, это огромный разрушенный уже, к сожалению, город, она поделена на четыре так называемых сектора, то есть у них есть главная база, и вокруг они возвыгли такие четыре алтаря, которые, условно, статуи Селестины. У них там не Селестина, они вызвали какую-то свою святую, я не знаю, была ли она в Бэйке вообще такое, некая святая Анаис. По игромеху, опять-таки, она вокруг себя дает всем неуязвимость, и вот за счет этого они и играют. Они притащили с собой там всякие реликвии, закопали их под эти статуи, тем самым вызвал вот эту вот святую, великую женщину. Это Каурава-1 у нас. У нас не стали заморачиваться, все планеты называются просто по номеру. Каурава-1, 2, 3 и 4. Каурава-2, у нее есть даже два спутника. Это получается вот этот планет, вот ледяной спутничек, а вот комета. В основном это густонаселенная джунглями планета с ледяной луной и безжизненным вот этим вот спутником. Он даже, как, наверное, какой-то астероид считается искусственного происхождения. Может, механикам когда-то с ним что-то сделали. На самом севере прилетали наши правые ребята, космодесанте из Ордена Кровавых Воронов. А их что там надо было? Они в первую очередь прилетели, чтобы разобраться с своими извечными двумя врагами. Это орки и хаос. То есть у них нет какой-то глобальной цели, надо убить там всех, захватить что-то. У нас на Каураве два исконные враги и орки. Они всегда были в этой системе, гвардия ничего с ними не могла сделать. И тут прилетели еще хаоситы из Легиона Альфа, с которыми тоже у Кровавых Воронов есть особые отношения, которые надо прояснить. Конечно. От Альфы до Альфа. С Альфарием-то. Да. Командует имя, именной у нас персонаж, капитан Индрик Боррель. А также, как упоминается, он ученик самого Габриэля Ангелоса, того самого капитана из первой игры, если помните. И библиарий-эпистолярий Сарибандер. Коррекционочка, да, он и хора, я буду картинки разглядывать. Да, давай. Красиво и вдохновляться. Вдохновляйте. Вдохновляться красивыми мужиками. Мужики в форме! Опять-таки, очень интересный момент, который я заметил, когда готовился к этому видео. В описании написано, что он ведет пять рот космодесанта. Но при этом, мне кажется, что это ошибка, и командует он всего лишь одной ротой, как бы своей, девятой. Хотя, опять-таки, в описании столица указано, что несколько рот на орбите. Я вот не знаю, как это правильно воспринимать, командует ли он несколько. Это вот этот, Борей? Нет. Это другой, но похожий. Похожий? Похожий. Я найду его, наверное, мне не будет здесь еще. Это уже из второго доунувара больше. Хорошо. В общем, в этот момент какой-то такой небольшой лоран из состыков, который не особо имеет значение. Там присутствует достаточно сильный контингент космического десанта. Вот, кстати, наши хосит, друзья, классные. У них спецспособность это десант с орбит. То есть, они могут подкрепление консолидировать на орбите и высаживать их с помощью дроп-подиков. Классическая тактика космодесанта. Вот, Габриэля Ангелос. Ну, с первого. Да. Как я говорил, глобальная цель это, в первую очередь, уничтожить орков и уничтожить хоситов. А все остальное уже по возможности. Опять-таки, очень интересный момент, что есть возможность улучшать снаряжение у нашего командира. Второе улучшение для ближнего оружия у него палец, который называется кулак-рогал. Что якобы сам Роглдорн ее в давние времена выковал и он ей пользуется. Древняя реликвия. Я об этом потом скажу, когда будем про Доуну Вар 2 говорить. Первый, наверное, шутки. Вот, вот эти вот шутки, поговорим мы во всем этом. Ну, тут просто такой интересный моментик. Они вырубили часть джунглей на этой планете и построили там свою крепость. Но не стали сильно очень ее укреплять. И вместо этого наш капитан решил воспользоваться тактикой, вот как правильно сказать, передовых баз и кучей маяков. То есть у нас есть какая-то одна передовая база и если где-то консолидируется враг, мы просто закидываем дропподов, убиваем и обратно войска на базу и на орбиту консолидируем. То есть они не стали создавать такую огромную массивную крепость, которую нельзя было взять. Нет, такая передовая маленькая база. Переброской решили вопросы. Да. В самом центре планеты, на горных пиках, обосновались веселые парни-орки. Вот, кстати, ты спрашиваешь на самом деле. Веселый парень-горбус к нам возвращается, который эмигрировал как раз из Хаурава, где ему пинка под его зеленый металлический зад дали. Он прилетел на планету, стал объединять племена, создавая свой ваг. А там жили, видимо, дикие орки. Да, тут были очень большие племена диких орков. Они также являются изначальной силой в этой системе. Они были всегда в этой системе. Гвардия, к сожалению, не могла их постоянно победить. Как описывается, бывало момент, что они захватывали все четыре планеты системы. Бывало, их откидывали в этот горный пик, но покончить с этой угрозой, к сожалению, не могли никогда. А Горгус решил этим воспользоваться как раз таки. Спецобилка у них это быстрый набор популяций. В общем, если у тебя юниты ранены, они быстрее восстанавливаются от потерь. Глобальная цель, как всегда, у орков, это просто хорошо постукаться, подраться и получить, залутать много металла, ценных минералов и построить флот и куда-нибудь полететь еще навалять. Больше драчки ради другой большой драчки. Как минимум на соседнюю планету все-таки добраться. Там навести свои орфи и порядки. Именно. Еще, кстати, такой интересный факт. Когда начинаешь кампанию, ты можешь выбрать своего командира и там вкратце опишешь, кто ты такой, что вот Габриэль, Индрик Боррель, я там Архон Темных Эльдаров. И к тебе обращаются на вы. Орки единственная фракция, которая обращается с тобой на ты, что ты, типа вождь Горгус, и ты введешь своих парней. Ну, это, мне кажется, знаешь, такие как вольности перевода, потому что в английском нет уважительного обращения, там всегда на ты, поэтому... Это, знаешь, мне кажется, референс в сторону вот этого диалекта орков. Кохи, он называется или как-то так. Кохни. Ну, там видишь, это скорее подчеркивается, что у орков нет уважительного отношения, нет понятия даже о этикете. Да. И как я описывал ранее, вся вообще их, в принципе, база, это огромные ущелья, горные пики, массивы, которые с большими трудностями, но приходится преодолевать орков, а брон достаточно надежно сделан. Горгус не дурак в этом вопросе. Потом вот это у вас. Маленькая луна. Маленькая луна. Прилетели веселые синекожие копытные парни. Тау. Они обосновались на дальнем спутнике Каурава-2 и командовал экспедиционными войсками у нас командир ОРСК. Они покрашены в красные цвета, я так понимаю, это цвет Анклава Форсайта сейчас или какой? Ну, они бордовые такие, если красные, какие-то, может, другие там. Да. И эфирный, который всем этим командовал, Аун Раир. А также известный создатель от крутов, это Ортацк, который вывел псов крутов и сделал вот эту вот мега-гориллу Круткаса вывел. Они создали так называемую базу Нан-Яной, что переводится на готе как Луна Мечей. И сделали очень важное для себя экспериментальное открытие. Они построили там межорбитальную пушку, которую назвали Арка. Она может стрелять по каждой планете системы и работает она так. Она убивает живую силу противника, но не трогает инфраструктуру. То есть Тау вообще как тут позиционируется? Мне это, кстати, очень сильно нравится, что они не такие, как, опять-таки, варвары, которые навязывают всем свои идеи. Они, если что-то могут использовать, они это используют. То есть, например, те же самые генераторы производственной мощности имперской гвардии. Уничтожили гвардию, а все, по себе. Пусть это не как электронная бомба такая. Ну, знаешь даже, как это выглядит? Как такой, блин, это будет грубое описание, как ядерный синий удар. Ну, то есть, вот такой глобальный такой облако, который убивает всю органику, а все остальные здания работают. Ужас. Вот злодеи какие хитрожок. Да, причем базу строили достаточно надежную и мощную, но как раз-таки вся проблема, что они просто не успели. Когда на них нападают, они просто не успели ее закончить. Тем самым прорывается маленький отряд и что будет дальше, узнаем дальше. Глобальная цель у них, как всегда, несколько. Это защита от глупости людей, это защита империи и предотвращение буря в армии, потому что, опять-таки, они хотят ее изучить. Они не умеют пользоваться в армии, может быть, это как-то им поможет понять больше своих врагов или как расширить сферу экспансии. И, пасфактум, расширить свою границу, то есть, это момент, по-моему, третьей сферы расширения на данный момент идет. Могу ошибаться, по-моему, третьей сферы расширения. Каурава-3, вот это вот как раз-таки пустынная планета. Полностью. С кольцами. Да, полностью пустынный, мертвый. Он атмосферой на Марс, похоже, такая красная пустынная планетка. Ее никогда не получалось колонизировать, какие бы попытки гвардия не принимала в этом секторе. Картошка не растет. Нет. Мэтт Дэймон такой, ребят, сорян. Даже я вам здесь не помогу. Да, весь пейзаж это сплошные равнины, красного песка и редкие горные образования. То есть, планета, в большей части, ровный, просто пустой пыльный шарик. На юге располагается гробница некронов. В округе, так называемом, побережье Имаса. Это некроны ее довели до такого состояния. В этом легли спать. Да, как говорится, не спать. Засрали всю планету. Конструкция, они потихоньку стали ощущаться от песка, стали появляться эти огромные генераторы, шпили монолитов. И потихоньку-потихоньку стало ощущаться, и понятно присутствие угрозы некронов. Это не эфемерное что-то. А они пробуждаются все потом. Да, они только начали просыпаться, и при этом наш рассказчик, который все это вещает, не может сказать, что именно их пробудили. Либо это попытки гвардейцев колонизировать, либо, может быть, это буря в арте что-то подтолкнуло в их протоколах реанимации. Командует, к сожалению, какой-то безымянный лорд некронов, безымянный династий. Тогда это не было таксильно прописано. Не было никаких толком династий, и, по сути, просто были некроны, которые убить всех людей. Да, единственное, кстати, определенное исключение, что он тут хотя бы в отличие от Дарк Русейда умеет говорить фразы, типа, а потом, как все заговорят, захватить точку. Ну, что-то наподобие этого. Добавили нового Ктана, великого лжеца, Десивера. Десивера, там был Нетбрингер, Дарк Русейда, тут Десивер. Ну, в общем, все из кодекса взяли. Да. Причем сделали, кстати, очень прикольно. Не надо делать отдельные игры, у тебя сразу изучают Сол Боктана, и темный, и лжец. Если кому-то интересно, вдруг расцветка, у них синие плечи, синяя башка, и черное тело. Когда Занекронов играл, мне Десивер очень нравился, и брал его. Ну, он, кстати, красивый. На столке брал его всегда, как военачальник главного, и играл от него. Он в Сол Шторме, кстати, достаточно имбовый командир, на мой взгляд. Он умел переставлять отряды. А тут он умеет иллюзорные монолиты вызвать, на которых всех телепортировать может. Спецпособность у Некронов это восстановление, что если ты полностью потерял отряд, есть какой-то шанс каждый ход, что он тебе бесплатно восстановится. Ну, реанимационный протокол у Некронов. Тогда это называлось «We'll be back». Да. «Мы вернемся», и они поднимались. Глобальная цель – убить всех людей. Тут она даже не проговаривается, мы узнаем ее постфактом, то есть просто Некроны такие. Мы просыпаемся, что эти парни тут делают? Надо всех убить, наверное. Всего они нам мешают? Убить всех людей и ксенцов. На севере находятся у нас Эльдары, которые как раз-таки вышли из портала, чтобы защитить неразумные молодые расы от вот этой вот угрозы древней расы Некронов, Некронтир. Они с мира ультва у нас, то есть черный с белым парнем. Эльдрат Ультран и компания. Эльдрат Ультран там нет, но тем не менее, это его братья. Да, тут некая видящая Каэрис у нас руководит. Она, кстати, в дальнейшем потом будет упоминаться не на главной роли, но она будет иметь факт для сюжета, для второго доуну вара, кстати. Они стали просто полномерно потихоньку укреплять планету, в том плане, что везде понатыкали своих порталов, чтобы быстро перемещаться, стали следить. Они не стали вступать еще в конфликт, такие, посмотрим, а что будет вообще происходить. Ну, конечно же, основная цель это уничтожить Некронов. Тут даже такой момент, что их нельзя до конца уничтожить, ну, попытаться их остановить и быть такими вечными стражами на их вечном сне. Спецобилка, у них скоростное передвижение, то есть там на карте не видно, но планетам на пару зон таких поддельных, типа локаций, Ильдара могут делать три хода, условно, по своим союзным локациям вместо одного. Ну, такие быстрые парни. Вот опять-таки я уже разговаривал с Андреем за кадром про маленькие несостыковочки. Вот в концовке в победе там видящая с мира синего, вот желтый. Янден. Я почему-то и думал, что это Алай Ток. Ну, Алай Ток это зеленый. Алай Ток это синий. Алай Ток синий. Ну, там желтый. Синий с белым. Да. Желтый это синим, это Яндек. Да. Каурава 4, она не попала, к сожалению, на с ним. Но это тоже огромная, большая, урбанизированная планета. Наверное, раза в полтора больше Каурава 1. И у нее также есть одна небольшая луна. Она в свое время была достаточно крупным таким мегаполисом. Можно сказать, даже планеты Ульям, как Курава 1. Но с намного более болотистыми местностями. То есть были огромные шпили, а между там шпилями городов Ульев была болотистая такая местность постоянная. Но началась буря в Варпе. И пришли великие силы хаоситов, в частности Альф и Легион. Веселые парни в синей броне. Она не синяя или синяя. Не знаю. По-разному. Как раз-таки на севере планете, на полуострове Исиут. Я, кстати, тут заметил во всех частях хаоситы любят на полуостровах. Кто там на полуострове, да и мы садарку стоят. И тут на полуострове Исиут. Что-то это неспроста. Думаешь, у них там есть. Оборонять с одной стороны пиццы морской державы. Возможно. Возможно. Лицо Альфа-Легиона это лордхауса Ферровес Корон и колдун Эфесус. Некий. Причем он даже как таково не появляется. Он упоминается в описании юнита элитного взвода кошмаров. Что это кошмары вот этого типа колдуна Эфесуса. Какой-то вот колдун Альфа-Легиона. Глобальная цель принести весь сектор в жертву темным богам. И завоевать этот сектор для дальнейшего продвижения. Спецобилка это игнорирование путей снабжения. Опять-таки для компании такая особенность есть. Если твоя зона находит слишком далеко, нарушается путь снабжения. И ресурсы неправильно поступают. Хосит это игнорирует. Хосит это получает полностью все ресурсы. Опять-таки интересный факт, который я описывал до раннего. Можно повториться, что все ассеты для командира взяты из Dark Crusade. И недоработка маленькая. Но ничего страшного. База расположена в огромном таком разрушенном городе. Когда-то даже это был великий собор. Чего-то не было, наверное, бога императора. И он возвик пять алтарей, которые, конечно, проставляют бога нашего Кхорна. Любимого. Не знаю, почему именно Кхорна для Даунувара первого выбрали. Но вот у всех хоситов только Кхорн, к сожалению. Почему-то Альфа-Легионеры. И через колдуна это их дело. Это Альфа-Легионеры с меткой Кхорна, может быть. Но почему бы и нет. Да, только почему они это делают через колдуна. Вряд ли бы Кхорн стал разговаривать с колдуном. Ну да ладно. Это спишем на... Спишем это на шок. Искуское место бэкграунда. Я не знаю даже. Ну, странно очень, конечно. У меня на самом деле, знаешь, какой момент такой есть предположение. Что когда-то в самом начале они разработали вот эту вот концепцию войск хоситов. И использовали вот демонов Кхорна. А потом в дальнейшем они такие подумали, ну то есть мы сейчас будем включать типа Нурглитов, дзенчитов, слонишитов. А как это с балансом? Это типа рисовать отдельные модельки. И мне кажется, они решили такие вот, ну пока вот пусть будет так. И давай этого Хорна пихать вообще во все места. Тут же в чем суть. У них же, например, есть взвод кошмаров. То есть дзенчитские демоны у них в теории есть. Есть вот этот вот великий кровожад и как бы демон, в которого может превратиться командир. Это тоже какой-то такой кровожадный. С двумя рогами, с демоническим мечом огромный. Ну какой-то лоритев, грейтер демон. Ну вот слонишитки, кстати, и Нурглевых вообще в первом доунуваре. Во втором доунуваре нурглевые демоны появятся. Понимаешь, лучше бы под это подошло, что это были бы не Альфельгенеры, а какие-нибудь там... Да блин, те, что он пожирает лимировки. То ли дзенчиты какие-то условные, да, которые и людей в рабство берут, и богам умеют молиться, и демонов призывают. Хорошо. Ну почему-то, наверное, захотелось Альфельген. Да, и вот в чем суть. Построили они эти пять монолитов, чтобы создать вокруг ауру этого варпа, которая защищает все их постройки, не дает их в принципе убивать. Надо сначала уничтожить эти монолиты, потом уничтожить главное здание. И на вот этом вот невидимом нашей планете есть такая тоже огромная луна, как у Тау. На ней был древний эльдарский портал, из которого вышли у нас веселые ребята тоже. Это кабал Черного Сердца, Темный Эльдар. Да. Они расположились, это луна Лакуэна. И там был Архонт Терил, Гумункул Грейманаэль, и, как ни странно, там присутствовал даже сам Азрубейль Вект. О, тут хоть кто-то знакомый, старый добрый. Причем они вышли из обычного портала, который веб-вей ведет в паутину, но переделали каким-то способом его под себя, с помощью каких-то своих эльдарских темных знаний, или вообще в принципе древних знаний, и они получили спецобилку перемещаться по любым древним вратам, ну вообще по вратам в этой системе без штрафа. То есть они могут просто из своей локации сразу в любую планету устроиться. Тут опять-таки я забыл упомянуть, какое сегодня мы условно слоили, забыл. Для компании добавили доп. механику, поскольку в Дарк Руссет была одна планета, там можно было перемещаться наземными путями, поскольку тут четыре планеты, между ними есть так называемые вот эти вот пути эльдаров так называемые. То есть ты приходишь, например, вот к этой зоне, захватываешь там портал, и ты можешь, например, на Каураву-3 прыгнуть после этого. То есть у тебя появился отдельный тип миссий, так называемый Царь Горы. Надо удержать точки, захватить портал, после этого переместиться в другую зону, уже к другому противнику. Глобальная цель, это больше рабов, конечно же, во славу Азрубэль-Векта, нашего Кабала и Камарага вообще в целом. Но они явно, Дарк Лидары, не хотят захватить земли, планеты. Им нужно как можно больше научить наубивать людей и в раб со всех взяли. Как даже говорилось, что они словно вот вороны. Когда остальные сражаются, они просто идут и смотрят, чтобы потом пожрать эти все останки. Падающие. Да. И, в принципе, вот мы рассмотрели все фракции. Про какие-то... Диспозиция. Да, диспозиция. Еще один важный момент. Это все-таки не формат такого длинного видео. У каждой локации, опять-таки, как в Dark Crusade, есть свое интересное, достаточно, как мне кажется, описание. То есть у каждой локации своя маленькая история. Например, на Каураве-2 там история, как космодисанники условно пришли, там спасли бедных фермеров от орков, и они прилетели на Каураву-1. И тем самым, блин, вот, император послал нам воинов, вот мы молились. Ну, здесь мы не про локации будем больше, а про каждую фракцию и чего она может добиться в рамках игры. Самое интересное. Вот вы выиграли за спейсмаринов. Что у них получилось, каков итог? Да, давай, с кого ты хочешь начать? С Альфа-Легион. А, Альфа-Легион. Еще раз. Ну, как ни странно, ты не поешь, но они победили. Они забрались с темными эльдарами, пришли на эту несчастную луну, потому что они ближе всех находились. Сломали их об коленку и закинули в их же пыточные темницы, смотрели, как они там мучаются, и как слонишь, вытягивает из них душу. Потихоньку получали от этого большое удовольствие. Корон дал безлюдным мирам в дальнейшем имя Сагреболют. То есть, то место, где были космодесанники, кровавые вороны, они победили их и стали теперь называть это еще одним названием кровь воронов, погибель воронов. Стали насмехаться над своими братьями. А до этого не насмехались, можно подумать. Кстати, опять-таки, еще один баг. Альфа-легион на всех победных мисс. То есть, там как, побеждаешь, и в конце идет такая, ну, картиночка красивая, там, знаешь, картиночка типа там с трупами, там, побежденной фракции. И описание вот как раз-таки текста, что ты сделал против этой фракции. Там, блядь, с нами несущих слов, они альфа-легион. Они хорошо маскируются, то под карнатов, то под несущих слов. В чем поймешь вообще этих парнях? Ну, называются альфа-легион. А тела сестер битв, они, ну, истерзали их, конечно же, надругались, и выкинули их в космос, чтобы их нашли имперский. В космос? Да, да, они их выкинули в космос на торговые пути, чтобы когда имперские корабли летели, нашли их и увидели, что с ними случилось. Ну, типа, знаешь, как, я не знаю, в космосе, действительно, они все летают, и там, маленькое тело, ну, оно, ты знаешь, в лобовонку врежется кораблю. Как это, знаешь, нет, это, знаешь, это было футурами, там такой дворчик маленький, ну, ладно, хорошо. Тут, кстати, на самом деле, очень классно, что ты начал за хаоситов, потому что нам от их лица расскажут вообще, как появилась буря в этом, буря в арке в этой системе. И все, как ни странно, началось с обычного гвардейца, который был латентным псайкером немножечко, и он не знал об этих своих псайкерских способностях, предавал, его начали посещать голоса, которые стали терзать его душу, конечно же, а поскольку он не был тренированным каким-то псайкером, не был, даже знаком с этим даром, он не смог себя защитить от голосов богов хаоса, они заставляли делать его ужасный ритуал, ужасные вещи, убийства. И заставляли делать его ужасные вещи, голоса, да. Покажи на этой фигуре, где он тебя трогал. В итоге он открыл варп-портал, с которого и пришли в итоге хаоситы, в частности альфа-легионы и демоны. Ах, темные боги смеялись, смотрели на результаты этих своих плодов, что, как говорит, вот одна маленькая душа, можно ей внушить и принести такого. Вся планета, вся система вскоре была полностью сильна демона, и они там существовали абсолютно без страха, без риска, и полностью были там материальные. То есть вся система практически стала находиться в варпе. Харнавские демоны? Все. А, все, все, да, вообще там, как говорится, уже все нормально. Демонический СССР получился, все демоны живут дружбой и интернационалом. Да, буря в итоге разрасталась, демонов на улице на него все больше. Альфа-легион готовился к новой войне с империумом. Так что вот такая на самом деле маленькая концовочка. Кстати, сказать такой момент, в Dark Crusade, как по мне кажется, концовки были более раскрыты, более сюжетно наполнен. Тут такой вот всего небольшой абзацик, что ну вот, альфа-легион выиграл, вся система... Вот это вот, да. Мне кажется, тут больше это проблема финального дополнения, что вот как бы мы вам дали еще две фракции, а сюжет он уже не важен. Если как третьему разогнался каток, и ну туда максимум контента постарались запихать. То есть здесь такое поставочное... Это знаешь, что автология будет, но сюжет тут не сюжета образующий получается. Не на первом месте. Ну ладно, вот хаус так, с кого еще хоть? Орки. Орки, орки. Они в итоге, у них все получилось, они во-первых захватили пушку арка, а как ни странно, они не стали ее разбирать. Горгут научился ей пользоваться, стал стрелять по ней, по другим мирам, по другим армиям. Ветераны боев против кровавых воронов стали его личными телохранителями. У каждого был шест с шлемами, какими-то, ну знаешь, что-то вот палка, шест варбоса. Босс полотно. Да, сварщики в свое время были довольны Каурава-1, и всеми теми мощностями имперской гвардии, то есть они такие опять-таки, ага. Они тут суда, парни, парни поставлялся охрененный завод, давайте делать на них охрененные орки и танчики. Стали делать орки вот эти вот мегавагоны. И очень такой интересный, тупой, наверное, момент. После победы над сестрой битвы, он же видел эту святую Ананису, которая летала. Он, короче, приказал сварщикам сделать у меня такие же крылья, я тоже хочу летать. Какого хрена эта девка летает, а я не могу, я же крутой. Ты ж позер. Ну ладно, окей. Ты же орк, чини, чини. Сделали ему крылья-то? Там не написано. А, он ходил с крыльями. Да, нет, он ходил, он попробовал, но не получилось в итоге. Актан он в итоге назвал этим, тем самым вруном. Ну, они его тоже победили. Вруна победили? Да, в итоге, как ни странно, Горгус был достаточно мудрым лидером, и орки полностью победили на Кураве все противоборствующие силы. И многие поколения орков, которые жили здесь до этого дикие племена, они даже мечтать об этом не могли, что вот такая фигура вождя, которая объединит их и позволит победить всех. Начался период грабежей и мародерства. Стали полностью разграблять все эти планеты. И если бы Горгус не держал все это в руках, все бы кончилось, ну, как обычно. Каждый клан бы заявил свои права на территорию, начались бы междоусобные войны. Условные такие... Чтобы я здесь главный. Да. Но Горгус был далеко идущий плану по поводу всего этого, и система стала опорным пунктом и его личной базой. Шахты добывали много ценных металлов, что давало отличные вообще... Как правильно сказать? Комплексы, короче, производственные очень хорошие давали. Орки молились буквально на своего вождя, как на Идл, как на Горка и Морка. Они дали новое звание ему вождь Горгус, великий вождь Кауравы. В общем, орки победили и стали грабить дальше. Это стала их такая маленький орочий вах. То есть, если раньше был на Уланоре орочий вах, то вот теперь тут орочий вах Горгуса есть. Вот. Кого в следующем хочешь? Сестер битвы. Сестры битвы. Подозрения насчет гвардейцев, которые они высказывают, что, блин, тут буря в арпе, скорее всего, возможно, не еретики, они полностью, к сожалению, подтвердились, потому что они не стали следовать их приказам, начали открывать по ним огонь. Они были полностью уничтожены, все гвардейские соединения в этой системе. Их трусость, когда они бежали от их священного огня, как говорится, только укрепила веру канонистов, то, что она говорила до этого. То есть, что эти гвардейцы, они трусы, лицемеры, они ногтя выеденного вообще ничего не стоят. Победа над орками, как она говорит потом, стала наградой за их веру, а побег Горгутса, к сожалению, стал наказанием за излишнюю гордыню во время победы. Ну, тут просто, кстати, к слову сказать, Горгутса, если он проигрывает, он всегда убегает. Парень умеет скрываться. Сотрудничество также с Инквизицией очень сильно принесло свои плоды. Любой отказ подчиняться сестрам для них воспринимался как ересь. Многим была дарована милость императора, то есть милостливая смерть. А часть отправилась за стенки Инквизиции на допросики. Там Тау полностью всех уничтожили, а все технологии, кстати, отправили в Орда Ксеновс на изучение. Зачем добру пропадать-то? Они вообще полностью выжгли местность от хаоса и объявили карантин на Каураве-4, пока, ну, не эксерминатус, но пока полностью... Не выветрится. Да, пока не выветрится. Побудь хаоситом где-нибудь еще. То же самое сделали с Луной Лакуна, где были темные Эльдары, при этом даже разрушили этот темный, ну, древний Эльдарский портал каким-то образом. Там все еще ядерные бомбы какой-нибудь, не знаю, об этом не говорили. Мне кажется, надо было хаоситов еще прям в варку вихря зашло. Добрусь где-нибудь бросить, чтобы их нашли там, как сестер, а они, типа, их такие, в обратку. Теперь их плачь, пусть поищут в космосе. Ну, в общем, какой итог? Наш вот этот вот исповедник, который Триганум Марк, после прибытия в систему в самом начале кампании, говорил очень важную вещь, что он не удивится, если всю систему придется предать праведному огню. И в дальнейшем, как вот показала кампания, и все в целом оказались пророческими его словами. Сестра нашли слабость в каждой из сторон, в каждой была ересь, в каждом был порог. Хаос пожирал систему, начиная уже с Каурава-4. Когда только началась буря в арпе, это уже было не остановить, к сожалению. А лояльные силы, которые подались в присутствии хаос, это было прискорбно, это было обидно, но требовало выжигания каленым железом, как объясняется. После вся система перешла под контроль экклезиархии. Реликвии были заложены для постройки шести великих городов экклезиархии на каждой из планет. И каждый был, конечно, посвящен одному из главных орденов всеостренства, то есть там священной розы и далее по списку. Короче, мега-Ватикан запилили в этой звездной системе. И паломники слетали сюда со всей галактики. Это стало центром вот такой вот экклезиархии, сестренство отстояло это во имя Бога-Императора. Теперь да. Кто выиграл, тот и диктует свои условия в данном случае. Хорошо. Кто-то у нас еще остался. Ну давай про Элдор. Элдор, у тебя, кстати, вот есть краски фоточка, там призрачный лорд на фоне луны. Блин, да, угрозка такой была. Что я тут делаю? Да. Они успешно, кстати, победили некронов, но они не могли уничтожить полностью постройки. Они стали так называемыми вечными стражами. То есть они всегда были наготовлены. Ну им придется охранять. Да. Причем тут очень интересная концепция прослеживается. Я не знаю, отражено ли сейчас-то в лоре, что они достаточно нормально относятся к Тау, как и Тау нормально, ну, относятся к Эльдарам. Более или менее. Они, как вот говорят Эльдары, Тау вселяет в нас намного больше надежд, чем заносчивый надменный империум человечества условно. То есть Тау уже не манкей. Да. Причем даже тела падших Тау потом в дальнейшем при помощи там посредственничества орликинов были переданы Тау для их церемониального погребения в знак доброй воли, добрых кэпы напередных. Ну дела. Продружились, скажем, нашли друг друга. Да, но в итоге, конечно же, после этого конфликта в течение веков о каких-то натянутых даже нормальных отношениях никакой речи, конечно же, не могло идти. Итоги. Битва кровавая завершилась. Суступила вот, знаешь, такая тишина в секторе. Некроны, они были возвращены в недра Кауравы-3, а все остальные просто изгнаны. Ты знаешь, они не как кровавые хаситы, темные Эльдары. Они не убивали всех, не захватывали всех. Кто их победили, все, уходите нафиг. Вон, не мешай. Понятно. Видящая выполнила свой главный долг. Она привела свой народ к лучшему исходу в будущем. Они же прозревают там в паутину, видят судьбы. В дальнейшем победа Тау отразится на истории Ультра. После прибытия Ультра уничтожили все следы ведения войны, присутствия Эльдара в секторе. То есть, как будто вообще никого и не было. И когда на сигнал помощи прибыл подкрепление имперской гвардии и вообще, в принципе, империума, они пришли просто в полностью пустую систему. Никого вообще в ней не было. Ни победителя, ни проигравшего. Просто пустая система с каким-то вот маленьким остатком гвардии, которые позвали на помощь. Правление империума было в дальнейшем восстановлено в этой системе, но клизиархия получила более расширенные полномочия. То есть, это теперь не агломерация по производству танчиков, а еще типа вот и помолись, пожалуйста, Богу Императору. Попытки колонизировать Ковараву-3 всегда проваливались. И, как в дальнейшем говорится, они рассказывали о изящных фигурах, которые появлялись и исчезали в мгновение ока. То есть, там как раз-таки очень такая красивая сцена, что гвардия пытается выйти за такие пауки-варпы, перемещаются, все уничтожают. Исчезают такие, и тут такой комиссар приходит такой, а что за фигня вообще? Это я хотел сделать, я хотел всех убить за неподчинение. И в итоге гвардия также, ну, правление империума приняло решение отказаться от всех этих попыток колонизировать систему Ковараву. То есть, Эльдары просто выполнили свой, так скажем, долг. Их тут показывают как такую вот. Ребята ради высшей цели. Ради своего будущего. Это, опять же, это один из элементов эльдарских многоходовочек. Да, видишь, там дед смотрел в паутину и сказал, вот тут вот так вот надо сделать. И зафиксируем это событие. Да. Окей, давай про имперскую гвардию. А, столица орков, вот этот вот пик, почти как карака восьми вершин, только там горный этот пик, был перевернул в так называемый пик Стапса. И полк получил прозвище убийца орков, то есть приписочку к себе, такую славную победу. Все те сновидники, с которыми они сражались и победили их, были похоронены, конечно же, с почестями, а выжившим была оказана помощь, и их отправили условно, помогли им выбраться там в, можно сказать, по домам. Ну и системы там в их места базирования. Технологии того, кстати, тоже не уничтожили, как ни странно. Они передали в штаб механикам для более глубокого изучения. Видимо, там мехи эти из культа, которые любят в ксенотехнологиях покопаться, в механику была такая ветка. Я забыл, как они называются, правда. И День Победы над Хаосом, когда они уничтожили Альфа-Легион, был объявлен вообще всемирным праздником для всех граждан системы. День Победы над Альфа-Легионом. Именно. Там говорит, что в эти дни сжигали чучело, которые были покрашены в цвета Альфа-Легиона с рогами, и вот эта вот геральдика гидра условной. Можем повторить. Но, как мы знаем, потом на Каде все не очень хорошо пошло. В территории уникронов вообще полностью выжили ковровыми бомбардировками, не оставили ничего. Решили перестраховаться надежно. А солдатам вообще запретили вести какую-либо разведывательную и гранадерскую деятельность на планете. То есть карантин, все. Итоги полк снял вообще все вопросы о том, что их обвиняли в ересе, в некомпетентности, и кто должен вообще править этой в системе. И вскоре наш генерал стал полноценным генерал-губернатором данной маленькой и укрепленной системы. Нормально. Сейчас они сконцентрировались на том, что восстанавливают в системе, а буря в арпе закончилась, как говорится, так же таинственно, как и началась. Ну, видимо, из того, что уничтожили хаоситов, приток вот этого всего колдунства исчез. Видимо, буря в арпе и рассеялась. На Кураве-3 по заветам и приказам также, опять-таки, ничего не строили. Ее посещали, но какой-то частной деятельности там не проводили. Система стала важной частью Империума, а военные академии посмотрели отличных бойцов, которые, как говорится, пали только косаркинам с Кади. Ну, короче, в школе в России крутых штурмовиков. Да, то есть эта система стала таким вот центром набора войск и рекрутирования офицеров. Рекрутовский центр. Да. И центр обучения. Да, и вообще люди, которые жили в этой системе, которые пережили всю эту кампанию, они не могли подумать, что в итоге здесь было столько раньше ереси и хаос, а все в итоге пришло к такому хорошему и светлому будущему, но это неплохо. Как там говорили этого генерала главного? Венс Стабс. Как похорошел сектор при Стабсе. Да. Вот, получается, давайте про темных эльдарчиков расскажем. Да, темные эльдары и я решил на самое как бы сладкое, конечно, на правоохлорную. Темные эльдары, никто не мешал им после победы спокойно грабить эту систему. Корабли эльдаров заполнили все небо над планетами системы, словно саранча, которая пожирала овес. Бежать было бесполезно, они все равно тебя находили. Как бы сражаться тоже было бесполезно. И вскоре вся система стала просто пустой и безжизненной, как после нашествия некронов стало на самом деле. Они строили все больше и больше своих концлагерей на вот этой вот луне Лакунеа. И лорд Тарил и век наполняли свои кубки из черепова вот этими вот кричащими душами. И пировали на всем вот этом, вот и радовались. В общем, у них там реально супер-мега-орги. Да, Агамунку там всякие эксперименты гагатал над трупами своими жертв. А после того, как буря варпи стихла, они просто в портал исчезли. Система осталась полностью безжизненной, а они отправились дальше искать новую систему для нового завоевания. Ну, лучше, не будут там не тусоваться. Вернулись в Камору, поделились со всеми крутыми движухами и дальше отправились. Ну, в общем, у Дарк Эльдар, самое, как бы их здесь добавили, но просто, чтобы были. На самом деле, вот, кстати, если вообще в целом говорить, по мне Дарк Эльдар и такая, ну, сыроватая немножко, самая непроработанная раса. Сестры битвы хорошими получились. Ты, кстати, забыл некронов. Ах, все, некрончики, да. Про них сказать, давай все. Да. Заскнули, давай про некронов тогда. Там в самом начале и во время кампании Эльдара, во время кампании некронов педалируется такая тема, что раньше, вот давным-давно, в далекой-далекой галактике, была битва между Эльдарами и некронами. Пойдем в леса. Да. И как раз-таки некронов тогда победили, и они такие взгру... Такие, блин, завалились. Увидимся через 10 миллиардов лет, кожаные ублюдки. И тут победитель поменялся местами. Теперь не кроны победили своих древних врагов, а Элдари. Они стерли все следы Эльдаров вообще существования на Каураве. И, кстати, еще один очень интересный момент, когда они сражались против космодесанта. Боррель, когда уже осознавал свою ошибку, когда он уже лежал раненых, на последней секунде жизни он пытался подняться, что надо предупредить командование, но тут холодная методическая рука его загоржет, поднимает и смотрит прямо ему в глаза. И на этом его существование не закончилось. В итоге, как иронично это не звучало, Боррель превратился в ужасающую парь некронов. И, кстати, поскольку мы тогда забыли, просвещай-ка пари. Просвещай-ка пари из прошлого выпуска здесь будет. Вот мы про пари сказали, вот прямо здесь и сейчас просвещай-ка. Просвещай-ка. Парий и некрон одни из солдатов армии некрон, самые загадочные из их войск. Они представляют собой симбиоз технологий некронов и эволюции человека, воплощая в себя очередной путь к идеалу существа в представлении богов Ктан. Это полностью бездушные существа, которые внушают ужас всем вокруг себя и несут смертельную угрозу. Они могут блокировать психические силы других существ, что делает их очень опасными для армий с большим количеством солдат, использующих психическую силу. Например, Эльдар. Вот такие вот парни пари, о которых мы должны были рассказать в прошлом выпуске, но теперь вы знаете. Теперь вы знаете. Там, причем, знаешь, какое интересное рассуждение, что некрон все-таки, он не совсем тупой уже на тот момент был, как раса проработанная. И когда он сажался с хаосом, он такой проанализирует, понимает, что вот эти парни лают с космодесантниками. У него просто, ну, появилась интересная мысль, а что если этого лорда тоже сделать пари и заставить его служить вместе вот с этим вот парнем? Ну, он в итоге оказался от этой идеи, потому что некронам, им вот больше противности Эльдаров, противна вот эта вся история с варпом и с хаосом, поэтому они тоже просто полностью их уничтожили. И подводится итог, что когда-то некроны, там показываются кадры этой великой битвы, войны в небесах, они проиграли планету Эльдарам. Но когда они пробудились сейчас, они увидели уже странный, измененный новый мир и вокруг что происходит. Но им никто не мог помешать в их продвижении. Вся планета заполнилась металлическими телами некронов, а склеп и гробницы полностью начали охранять орбиту, не пуская вообще никого в эту систему. Куда бы ни пошли некроны, великих желт сел смуту в умы своих врагов. Вот, в общем, на самом деле такая маленькая концовочка. Некроны всех победили, всех убили. А там про Ди Северная и Брингера ничего не было. Особо нет. То есть они как Ктаны там, ну просто были. Они владыки. Ага. Хрен вам, владыки. Ну теперь Бэк другой, конечно. Никаких вам владык Ктанов. Ну и завершаем Кровыми Воронами. Не завершаем, потому что мы забыли Империю Тау. А, еще что Тау. Тогда давай Тау. Космейсандиков все-таки на сладко. Конечно, конечно, в этом и смысл всего. Как в общем итог, там было очень много интересных моментов. То есть они в этой кампании еще стали намного лучше понимать своих врагов. То есть они пытались изучить вот эту вот ауру, вот эту вот святую сестер битвы. Как-то ее понять, попытки путешествия через варп, чтобы пытаться путешествовать. Потому что, как мы знаем, Тау не умеют в варп-переходы. Они расправились, конечно же, с орками. Уничтожили десант, но проявили у вас же они перед их доблестью, вот такой, ваш, с хвостиком. Тактика ОРСК в итоге вошла в золотый, как сказать, золотой стандарт учебников Тау. Так называемая Великая Сила, Великая Битва полностью оправдала себя. Если раньше служители Тау и высшие чины воспринимали это как какое-то, ну, непонятное, то теперь она вошла в сокровищницу тактик Тау. После завершения конфликта закончили строительство базы на Ангеной, чтобы это стало таким вот полностью неприступным пунктом фортификации Тау, чтобы даже если что-то случится, она всегда могла постоять за себя, отстоять этот сектор. Короче, форхост устроились для этой системы. Да, буря в варпе утихла сама собой, и после успокоения варпа множество кораблей начали колонизировать систему, начали отстраиваться города, а ОРСК в дальнейшем покинул отправиться на другие театры боевых действий, а тот самый божественный Аун Раир стал командовать этой системой во имя высшего блага. Ну, расширили свои границы во имя высшего блага. И веселые парни, Космодесна, Кровавые Вороны. Они, кстати, базу Луну Мечей в итоге мехом передали после победы Наталка, такой же с доброй волей, такие, ну давайте, че вы. Отомстили Хаусу, причем за их вспоминающую ересь Хоруса, причем тут, кстати, Хоруса написано, слава богу, а не Горуса, Егоруса. Безупречно показали себя борцовые мужчины в форме. Они сожалели о битвах с гвардией, которым пришлось пережить и сестринство, но была необходимость в таком. И посыпать сражаться даже со своими? Да. После победы Натхаусом буря в Аркли закончилась так же, как и началась. После победы в безлюдных мирах они основали свой новый крепость-монастырь, который назвали в честь капитана Баррелюмом. Да ладно? Да. То есть они как бы, им мало того, что у них был, была крепость-монастырь, еще и основали. Да. При этом, кстати, гвардия направила сюда новые полки, чтобы поддержать стабильность, а экклезиархия направила, вот это, кстати, очень странный момент, почему-то написано, что экклезиархия направила капелланов и библиариев, которые стали доп. щитом на пути ересь. Но это старый бак. А там достаточно много жило людей, чтобы крепость-монастырь функционировала, как рекрутов набирать там. То есть там можно было набирать спейсмаринов даже. Ну то есть, несмотря на все эти события, там на Кураве один много достаточно имперских граждан осталось. Ну плюс, плюс всегда же можно, можно же всегда перезаселить. Мы же знаем. Некоторые тут на кораблях ютятся, не привкнутся нигде, а у этих, у кого у нас есть система с четырьмя планетами. Давайте, ёпте, мы, конечно, всех победили, но теперь у нас здесь будет крепость-монастырь. А вы уже выйдете. Ну, неудачники. Конечно, вы же все, зрители знаете, вот просто интересно, как думаешь, что из этого канон в итоге? Канон? Я думаю, что, скорее всего, не какая-нибудь там. Ну там же одна какая-то ветка должна быть канон. Одна вот из этих концовок, она канонична, мне кажется, не кронская. К сожалению, нет. Ну, блин, тут слишком много вариантов. Не, я понимаю. Тут, кстати, на самом деле, опять-таки, с этим очень... Очень интересный момент. Официально... Не шестер битвы? Нет. Ну, слава богу, а то был слишком вообще скучен. Официально до дальнейшего развития вселенной, то есть Dawn of War 2, Dawn of War 3, сами разработчики, то есть из Relic Entertainment выступали с заявлением, что канонична считается концовкой имперской гвардии. То есть вот, у нас такой канон, знаете этот, но... Забегаем немножко вперед спойлеров. Начало седьмой миссии третьего Dawn of War 3 говорится о том, что Горгут захватил систему Кура, победили Орки. Это официальный бэк-канон Орки, всех нагнули. Ну, видишь, Dawn of War 3 делали сильно после, да, и поменялась концепция. То есть изначально план был, что Гвардия типа рулит. Да, но тут еще знаешь, на самом деле, что хорошо, тут как бы не было подвязок с другими играми, тут можно было спокойно отредконить, никто бы не заметил вписать это в сюжет. Еще один момент, последний сказать по сюжету. Продолжаются две новеллы соединяют, получается. Первый Dawn of War и второй это Ascension и Tempest. Лучше не читайте, пожалуйста. Это не надо, потому что, ну, Эльдары, которые берут кровавых воронов Габриэля Ангелса, бегают по паутине, чтобы довести его до черной библиотеки, а потом они возвращаются на Лорн 5, чтобы... Не надо, пожалуйста. Ну, с другой стороны, Dark Angelos-то Эльдар отводили по паутине в свое время с Азраилом, и тут, в общем-то, мы ничего нового не видим, но... В общем, про эти новеллы я побольше уже поговорю, когда будем обсуждать второй Dawn of War, потому что они будут иметь непосредственное значение там. В общем, поставили жирную точку в вопросе Dawn of War. Мы вам рассказали весь сюжет, как вам к нему относиться, решайте сами. Все игры тут. Да. Вообще, в целом, если говорить, я считаю, что, как ни странно, Slowstorm прошел, на мой взгляд, по релку времени, до сих пор в него играют, играют в рейтинге, делают талантливые люди какие-то модификации, и, мне кажется, она все равно живет не только в наших сердцах, но, в принципе, и в целом. Компании очень неравномерны. Если первый Dawn of War — это какое-то условно-творчество Ben Account, второй Winter Assault, слава богу, Андрея не было, потому что Ваня тут орал и изговнялся полностью. Они не знали, в какую сторону вообще двигаться. Да, но, видишь, как минимум, Dark Crusade, Slowstorm не плохие. Dark Crusade, Slowstorm — это стали кампейны, близкие по духу к кампейнам Games Workshop, когда все фракции в одной песочнице возятся, и есть шанс победить у каждой. То есть, да, при приложении определенных сил, удачи, какая-то одна фракция глобально обеспечивает себе победу на данном театре военных действий. Поэтому, если бэкграунд первого Dawn of War, он очень-очень плохо соотносится с тем, что мы знаем о вселенной, ну, именно на вот уровне, типа, плохо придумано банально, то уже к Dark Crusade и Slowstorm остается понятно, что вот такая концепция. Вот такая концепция, все примерно вот так должно выглядеть. В общем, вот такой вот Dawn of War у нас получился. Неравномерный где-то, странный, не сюжетно образующий, но такой имеем. Вот такой вот. Мы его любим. Странно, что, опять же, вот самая, по сути, проработанная часть, которая вот выходила, да, и которая была реликами сделана, это Dark Crusade, по факту, да. Они все наработки первой части и дополнения взяли, как-то его раз, раскрыли, все у них хорошо получилось. Потом Slowstorm отдали зачем-то на аутсорс, и он слабее, и сюжетно получился слабее. Но, опять же, все это сделано было не просто же так, а для мультиплеера, потому что ушло все в мультиплеер, это добро, ушли все фракции в глобальный уже геймплей, где вы уже собственный опыт будете получать, а не проходить кампанию. Ну, как чего, все это потом в Dawn of War 2 вылилось же как-то, и мы, наверное, это будем уже обсуждать. Да, это будет уже один цикл сказок про второй Dawn of War. Вот над первым Dawn of War и тремя его дополнениями ставим жирную точку. Оно получилось таким. Потрудились от души. Да. Можете высказать свое мнение в комментариях, сказать, как вам понравилось. Ура ли или не понравилось. И вы до сих пор играете в первой. Не стареющая классика ли это, или уже как бы все, пора в утиль списывать. Я, как непольшой игрок в комп, и не игравший ни во что, кроме как бы вот первой базовой, и потом уже не увлекшийся так игрой компьютерной, ничего не могу по этому поводу сказать. Знаю, что мультиплеер многим нравится. Дальше, в общем-то, почему-то решили, что нужно сделать по-другому. Не стали вторую, третью часть делать по стандартным вот лекалам. Хотя, может быть, многие бы просто хотели классический Dawn of War, но с крутым графеном, и вот, ну, с новым сюжетом, с новыми героями, а концептуально то же самое. Но почему-то не стали. Но мы об этом тоже поговорим. Мне почему-то кажется, что, знаешь, просто начался уже кризис РТС, и все пытались уже как-то что-то изобрести, переизобрести в жанре. Может и так. Может релик там как-то сбился, сбился с пути истинного. Но, в любом случае, вам спасибо. Надеюсь, вам понравилась такая минутка ностальгии. Владу спасибо, что вообще-то поиграл специально, для того, чтобы сюжет рассказать. Ты же играл давно, я так понимаю, у этого все. А чтобы сюжет рассказать, пришлось вот буквально 9-9-9 раз проходить каждую всю эту кампанию, все эти конспекты, идти рассказать. В общем, такая вот история. Влад, еще раз большое спасибо. Но теперь у тебя еще и Dawn of War 2 на подходе. А потом Dawn of War 3. Да, вот даже не шпагас у нас телевизор. Так что всем пока-пока. Вы смотрели The Station. Увидимся. Играть в хорошие игры на хорошем террине. На хорошем компьютере. На хорошем компьютере. Пока. До свидания.